Всем привет, друзья! Компания Skyway Capital и до перехода осталось 12 дней. Сайт обновлен, переведен на кучу языков. Все здорово! Новости самые шикарные! Проект Бомба! Инвестировать действительно может каждый от 15 долларов. Можете зайти и поучаствовать в этом шикарнейшем проекте. Так. Ну вот, главная страница сайта. Тоже достаточно много информации. Различные издания пишут. Причем крупнейшие издания уделяют внимание этому проекту со всех стран мира практически. Также Facebook, Twitter, Instagram, Google+, ВКонтакте. Это что у нас такое эти... Одноклассники. Во! Телеграм-чат. Раздел события. Все очень здорово! Сайт обновили вообще просто классно. Раздел новости. Так. Инвестиции. Почитайте и обзнакомьтесь. Вот. 400 тысяч инвесторов. Но это не точно количество человек. Это... Округлили сумму просто. Но, ребята, эти люди... Вот мы с вами сделали вообще, конечно, бомбу... С чистого поля подняли такой грандиознейший проект. И... Замечу... Развитие... Только ускоряется. Потому что все больше и больше людей узнают об этом проекте. И те, кто следит за новостями, знают, что стройка в Арабских Эмиратах началась. Весной обещают показать, что там сделали. Так. И... Вот платежные системы. Пожалуйста, выбирайте любую. Люди, которые поддержали проект в самом начале. Ну, и почитать. Можете ознакомиться. Это и кофест в августе месяце был. Тоже грандиознейшее событие. Где Юницкий впервые вот как раз озвучил. Уже можно было говорить о проекте. Конкретно адресном проекте в Объединенных Арабских Эмиратах. И... Вот, кстати, можете задать вопросы. Все здорово, друзья. Сами ознакомитесь. Все классно. Технология о нас. Зайдем в кабинет. Сразу хочу вам напомнить о безопасности. Пожалуйста, устанавливайте двухфакторную идентификацию. Код меняется каждые 30 секунд, чтобы вас не могли взломать. Сам проект уже предупреждал об этом. Были публикации, что участились попытки взлома кабинетов. Ну, а самая лучшая, конечно, безопасность, это если вы не поленитесь, возьмете ручку, листок бумаги, выпишите и положите куда-нибудь это на полочку. Не держите данные на компьютере по возможности. Всегда дублируйте. Вот так вас встретит главная страница личного кабинета, когда зайдете. Тут все достаточно просто. Партнерам. Здесь партнерские ссылки ваши, статистика, мои инвестиции. Здесь пакеты инвестиций, ваши доли инвестиций, рассрочки, документы, раздел банкинг, транзакции, пополнить счет, перевод средств, запрос на вывод средств. Это если вы помогаете компании масштабировать, рассказываете людям о компании, вас компания благодарит процентом. То есть, вы здесь не только можете стать совладельцем компании Skyway Capital и приобрести акции, но еще помогая, привлекая людей, компания будет вам выплачивать партнерское вознаграждение, которое вы можете вывести себе на кошелек. То есть, уже зарабатывать вместе с этой компанией. Можете не выводить, можете, как я, проплачивать свои рассрочки. Вот. В разделе события советую всем, друзья, пожалуйста, подпишитесь на новости, чтобы быть в курсе последних событий. Расписание вебинаров, телемостов, международной конференции. Ну и в разделе настройки, о чем я говорил. Вам, прежде чем приобретать акции, пройдите верификацию. Она достаточно проста. Вам нужно выслать скрин своего паспорта, качественный, чтобы углы паспорта были видны, чтобы хорошо все читалось. Ну и телефон свой, конечно, верифицировать для связи. Персональные данные здесь вы можете уже сейчас оформить наследство своим детям, внукам. Вот. Ну, друзьям, знакомым, как хотите. Акции именные. Вы сможете их потом продать, подарить. Это ваше, скажем так, имущество, ваша доля в компании. Я не буду продавать эти акции, не для того они покупаются. Акции, когда закончится продажа акций, они больше выпускаться не будут. Будут выпускаться различные адресные проекты, будут выпускаться другие ценные бумаги. Но, скорее всего, будут выпускаться токены. Почему? Потому что компания создает, внедряет блокчейн технологии. Вообще компания использует все последние технические разработки в своей работе. То есть, все самые вкусные феньки в технологии, все внедряется. То есть, это последнее слово техники, скажем так, и новаторской инновационной мысли, инженеринговой. Так. Ну и чтоб не прозябать потом, мало ли что в жизни, мало ли вы работу потеряете, не дай бог, или еще что-то. Вы идете на пенсию, вот эти акции обеспечат вам безбедное существование. Друзья, а также вашим детям и внукам. Вот перейдете в раздел инвестировать. И здесь вы можете подобрать под себя пакет. Вот есть специальные предложения, очень интересные. Посмотрите, ознакомьтесь. И премиальные, конечно, инвестиционные пакеты. Подарки детям, студент, ну и другие пакеты на любой вкус и цвет. Если опуститесь в самый низ, то можете видеть, что здесь можно участвовать в инвестициях от 15 долларов, друзья. От 15 долларов. Дисконт, конечно, 17, но в 17 раз вы можете приумножить, если в том случае, если вы продадите акции по номиналу, по номиналу, а номинал стоимость одной акции 1 доллар США, друзья. То есть практически вот за 500 долларов вы приобретаете 17 500 долларов. И каждый нормальный человек понимает, что когда закончатся все этапы развития, пройдут и акции выйдут на биржу, то никто по номиналу вам их не продаст. Их будут продавать, возможно, скорее всего. Вот, потому что кто-то очень много акций купил, захочет вернуть свои деньги, кто-то по другим каким-то причинам. Но за 1 доллар США никто вам их не продаст. Цена будет гораздо выше. Это понятно. И с каждым годом технология будет развиваться, проекты будут строиться. Уже сейчас достаточно много внимания уделяется Skyway Capital. И, соответственно, акции будут дорожать. Технология блокчейн внедряется. Это вообще супер просто. Никто к вам в карман не залезет, потому что внедренная технология децентрализована. И это исключает возможность залезть к вам в карман и украсть какую-то копейку. Технология блокчейн позволяет это сделать. И сейчас уже существует токен Skyway, привязанный к адресному проекту как раз в Арабских Эмиратах. И первые инвесторы, я не помню количество, по-моему, 50 тысяч, которые в самом-самом начале поверили, так сказать, идейные люди, поверили Юницкому, проинвестировали в компанию. И вот у них сейчас есть возможность обменять свои акции. Первые, там количество ограничено, 100 тысяч акций, они могут обменять на токены адресного проекта в Объединенных Арабских Эмиратах, друзья. Вот. Ну, те, кто заходили, там дисконт был вообще сумасшедший, конечно, потому что риски были высоки. Вот. Друзья, там вообще все начиналось с чистого поля. Поэтому понятно, у людей достаточно большое количество акций люди смогли приобрести. И вот им, в качестве такого поощрения, первым инвесторам, компания выкупает обратно свои акции, свои доли и обменивает их на деньги. Люди могут выводить либо деньги, либо обменять эти деньги на токены, на две тысячи токенов. Это дополнительный доход к акциям. Напомню, на акции вы будете получать дивиденды со всех точек в мире, где будет применяться технология SkyWay. И у этих людей будет еще дополнительный доход. Они будут получать еще конкретно с адресного проекта в Арабских Эмиратах дивиденды на те токены, которые они приобрели. Я не буду обменивать свои акции на токены, я вам сразу скажу. Но токены будет возможность приобрету. Не обязательно в Арабских Эмиратах этот токен. Будут открываться и другие. И там уже по ситуации. Если мне понравится какой-нибудь адресный проект, и я захочу дополнительно иметь заработок, то я приобрету еще и токены конкретного адресного проекта. То есть у меня получится, я и так буду с него получать, потому что я имею акции коренной технологии компании SkyWay. Но и плюс к этому я буду получать еще токены. На то количество токенов, которые я держу конкретного адресного проекта. Вот так вот, друзья. То есть все развивается просто классно. Люди узнают, да не узнают, уже знают о SkyWay во всем мире практически. Понимаете? Да, они говорят об этом по телевидению. Да, они говорят об этом в новостях, на первых каналах. Хотя мелькают. Были моменты, когда показывали. Я публиковал в видео из архива. Вот, когда проект был представлен и Медведеву. Я не помню, по-моему. Ну, в общем, был представлен в свое время. Я не помню год, в каком году. Не буду брать. Вот, но молчат. Но это не мешает проекту развиваться. А западные СМИ как раз кричат об этом проекте. Просто кричат. Не так давно, кто в курсе новостей, приезжало японское телевидение. И посвятило этому проекту целую программу. Были съемки. Были они. И Юницкий отвечал на вопросы. И показывали все им. В общем, японцы, они понимают ценность, технологии. И не хотят отставать. На выставке в Германии в сентябре месяце SkyWay произвел вообще просто бум. Если другие крупные компании, уже существующие, предлагали просто идеи, какие-то визуальные стенды, какие-то просто модели, то компания SkyWay привезла действующую модель скоростного Юнибуса, который будет развивать скорость до 500 км в час. Вот он был представлен. И там, конечно, на выставке, мягко говоря, произвел фурор просто. Там просто был бум. Так, ну и что еще сказать. Вот, значит, приятная неожиданность. Продлили до 26 числа, 12 этап развития. Единственное, конечно, это было сделано несколько коряво. Стоило предупредить инвесторов. Но грех не воспользоваться такой возможностью, друзья. Просто грех. Понимаете? Я считаю, если там где-то в других проектах я вам говорю, думайте сами, решайте сами, то тут даже думать нечего. Однозначно надо приобретать эти акции. Однозначно они принесут вам шикарные дивиденды. Шикарные. Даже если чисто вы решите просто поспекулировать на бирже, то поверьте мне, через определенное количество времени вы столько иксов подымите, что, мама, не горюй. Что там просто будет взрыв мозга. Я уже молчу, что будет через 10 лет, какая будет через 10 лет стоимость этих акций. Даже предположить сложно. Кстати, уже существует пока на бумаге, но переговоры уже были. И, скорее всего, будет вокруг Москвы, в Подмосковье пройдет кольцо, транспортное кольцо Skyway, которое свяжет аэропорты между собой. Вот такие вот новости, друзья. Новости бомба. Недавно, совсем недавно, вот сегодня в новостях было, был представлен проект еще одному принцу из Арабских, Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, короче, сами понимаете, арабы не растерялись, арабы первые поняли ценность этого проекта, подарили, в дар дали несколько гектаров земли для конкретной стройки. И, ну, для конкретной стройки просто, понимаете, там будут построены и показаны и грузовые перевозки, контейнеры. Там будет строиться все это. Там будет, там уже выделена земля 25 километров протяженностью, но немножко в другом Эмирате. Новости, там, для, именно вот для той трассы, чтобы показать скорость 500 километров в час. То есть, ребят, новости просто сыпятся. Что не месяц, то удивляет. Что не месяц, то удивляет. И это здорово, конечно. В общем, ожидания оправдываются инвесторов. И все, конечно, рады и еще с большей убежденностью смотрят в свое будущее. То есть, люди, скажем так, позитивно настроены и уверенно смотрят, да, в свои инвестиции никто не жалеет. Никто не жалеет. Я еще вот не видел, чтобы там ни в обзорах, ни еще где-нибудь, чтобы хоть один человек сказал, ох, я дурак, проинвестировал в Skyway Capital. Нет, друзья. Не упускайте время, не упускайте свой шанс, потому что и время нельзя вернуть. Понимаете? Можно вернуть отношения с человеком, можно вернуть там здоровье после того, как простыл гриппом или еще чем-нибудь. Можно заново отстроить дом, но время вернуть нельзя. И упущенную возможность, короче, не вернешь. И, как говорится, кусать себе локти потом, что в жизни. А такая возможность предоставляется, я не знаю, раз в 100, раз в 200 лет. Но потом кусать локти и сказать, что я дурачок не проинвестировал, хотя была возможность. Нет. Так что я инвестирую, и у меня все хорошо. Я ни о чем не жалею. Каждая новость о Skyway Capital приносит мне только кучу положительных эмоций. Юнистский не просто человек, человек уникальный, с широченной глубиной знаний в этом направлении, в этой технологии. Человек отдал 40 с лишним лет жизни непосредственно развитию технологии струнного транспорта. Задумайтесь, 40 с лишним лет. Это о чем-то договорит. Недавно был награжден медалью премия мира. Это есть в разделе новости. Вообще в раздел новостях зайдите, посмотрите, почитайтесь, ознакомьтесь. И потом принимайте решение. Есть здесь события, новости. Так что никто вас за уши не тянет, как говорится. Решайте сами свою судьбу, свое будущее, стройте сами. Зайдите, как делает нормальный человек. Ознакомьтесь, посмотрите новости, как все начиналось, как все развивалось, куда все идет. Какие достижения у компании Skyway Capital. Я боюсь ошибиться, но это, по-моему, уже больше похоже на корпорацию Skyway Capital. Причем международного масштаба. И это все сделано, ребята. Этот рывок сделан за три года. Задумайтесь, что такое сила. Может это банально прозвучит, что такое народная сила воли. И если люди простые захотят, на что они способны. Вы представляете? Можете вот здесь ознакомиться с документами. Здесь вот документы представлены как раз вот по компании Skyway Capital. Вот, пожалуйста. Смотрите, можете скачать и подробно ознакомиться со всеми документами. Так, друзья, ну что. В общем, вот такие вот хорошие новости. Шанс есть в течение 12 дней. Я думаю, уже смогут. Потому что один человек не написал. Он не успевал пройти верификацию. Но вот теперь шанс есть. Вполне достаточно время. Тут верификация. Ну вот я прошел ее за два дня. Вот. Так что есть время пройти верификацию. Принять правильное решение для себя. Либо не участвовать. Либо приобрести акции. Стать совладельцем компании Skyway Capital. Положить в свой портфель вот этот шикарный актив, на мой взгляд. И в будущем получать отличные, это мягко сказано, дивиденды. Потому что с каждым годом число проектов будет расти. Число проектов будет увеличиваться. Доходы компании будут увеличиваться. Соответственно, ваши дивиденды будут увеличиваться. Соответственно, стоимость ваших акций будет возрастать. Но не все еще вещи озвучиваются компанией. Потому что, сами понимаете, коммерция, конкуренция. Конкуренция среди гигантов в этой отрасли. В технологии транспортной системы. Но когда приходит время, все озвучивается. И, конечно, все испытывают кучу положительных эмоций. Вот такой вот обзорчик, друзья. Более подробный обзор по кабинету. Какие-то новостные вещи. Видео с ЭК-феста августа месяца. Видео с выставки в Германии. Все есть у меня на канале. Заходите ко мне на канал. Раздел плейлисты. Находите видео Skyway Capital. Вот, друзья, канал. Вот раздел плейлисты. И вот Skyway Capital. Открываете, смотрите, знакомитесь. Я зашел на десятом этапе. Вот, пожалуйста, смотрите. Здесь куча информации. Вот ЭК-фест, пожалуйста. Тут выступление Юницкого тоже есть. И сейчас... Так, где вот про Объединенные Арабские Эмираты, где это видео? Сейчас я вам покажу. Вот это видео тоже. Стройка. А я, знаете, что сейчас сделаю? Я вам поставлю прямо сейчас, в конце обзора, это видео. Вот, познакомитесь и порадуйтесь. Те, кто уже инвестирует. Кто еще не инвестирует, думайте. Все, друзья. Всем удачи, хорошего настроения и хороших заработков. Живите. Так, что-то здесь... А, да, живите здорово, живите богато. До следующих публикаций, друзья. И предновогодние события Skyway Capital только радует. Начало нашего участка. Откуда пойдет строительство трех тестовых участков. Под билбордом, где показано, что мы строим. Потому что стройка идет. И подтверждением того, ну, я стою здесь, где идет стройка. И, собственно, стройку мы начали раньше. И я об этом ранее говорил, что фактически мы подготовку строительства начали еще, ну, в мае, месяце, в апреле даже этого года. И сейчас уже идут строительные работы. В частности, закладываются фундаменты опор, станции, инфраструктуры. И все это время ушло на подготовку проекта. Потому что это очень сложный проект. Большой проект. И мы всю работу сделали, ну, менее чем за полгода. При этом сделали сотними силами. Хотя, если кому-то заказать, то, я думаю, они не сделали бы за 10 миллионов долларов. Даже за 20 миллионов долларов. И потом большое количество согласований. Потому что в планах технопарка не было Скайвэя. Это его высочество сказало шейх Шаржи. Я хочу, чтобы Скайвэй был здесь. И поэтому переделайте мастер-план технопарка. Время на переделку, потом на согласование, на получение всех разрешений на строительство. И поэтому все согласования и разрешения получены. И просто идут. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За моей спиной виден билборд Скайвэй инновационный центр. Это здесь база, строительная база, откуда начнется строительство инновационного центра Скайвэй. Здесь на самом деле та база, где мы готовимся к строительству, где складируем материалы, где готовим конструкцию, металлоконструкцию, где собираем. Это база нашего подрядчика. И здесь установим билборд. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этот день, когда мы заложили первый, скажем, камень, определенное чувство всегда присутствует. И чувство хорошее. Я уверен, что совместно мы добьемся все то, что Наталья Дардович заложил как идею. И мы принесем миру добро и хорошее решение для всех нас. Мы идем по нашей территории, по территории, где будет построена инновационная центра Скайвэй в Шаржи. Слева, вот здесь от меня, это огромная территория университета, который был построен здесь больше 10 лет назад, в пустыне. И сейчас здесь учатся 47 тысяч студентов. У нас там будет свой институт Скайвэй, где мы будем готовить специалистов. И рядом с дорогой идет наш участок. Его длина около 3 километров. Здесь уширение 300 на 400 метров, где будет, собственно, база нашего инновационного центра. А основные трассы пойдут вдоль дороги туда на 2,5 километра. Здесь будет кольцевая трасса, закольцованная, где будут ферменные конструкции и полужесткая конструкция для тяжелых машин. Потому что в Беларуси мы не смогли построить длинные, более-менее длинные трассы. Там у нас короткий участок, поэтому мы не можем показать скорость 150 км в час. И там построено для легких машин весом до 6-8 тонн. У нас очень много проектов в Эмиратах. Это и Дубай, и Шаржа, и Абудаби, и Фуджера, и другие Эмираты. Во всех Эмиратах и в соседних странах, где объем перевозок часы пик где-то 50 тысяч человек в час, 70 тысяч человек в час. Это больше, чем производитель с московского метро в два раза. Это очень большой объем перевозок для часа пик. По одной ветке имеется. И поэтому пассажирам нужно возить поездами большой вместимости. И поэтому мы проектируем эти трассы на вместимость пассажирского подвижного состава где-то 200-300 человек, а для грузового грузоподъемность 35 тонн. Вот здесь две такие будут трассы. Посередине мы сделаем сверхлегкую систему с центральным пролетом около полутора километров. Вот здесь будет база, то есть здесь будет уширение. Здесь будет у нас депо, ссылочные переводы, разворот. И первый трасса, она появится вот в конце этого участка, длиной 400 метров. Мы ее планируем ввести в строй к апрелю 2019 года, то есть через полгода. На самом деле стройку мы начали давно. Но подготовка началась в марте месяца, когда нам выделили землю. И уже металлоконструкции под превисающую первую, ну, дорогу с превисающей путевой структурой. Тоже мы заказали в Вене, в Австрии. Через месяц эта тоже металлоконструкция прибудет на стройплощадку, где мы тоже сегодня у меня брали интервью. И мы снимали билборд. Это там стоит на площадке. Где идет подготовка к строительству. А стройка будет идти вот здесь. Там будет у нас ЦК, производство. Пока мы точно не знаем, что именно, какие производства. Ну, скорее всего, мы будем делать мотор-колеса здесь. В том числе, ну, не только для сковые, а для других проектов. Для тех же электромобилей. У нас же есть свой электромобиль. Поэтому мотор-колеса литрически можем сделать и для них здесь. Здесь мы, скорее всего, организуем сборку юни-бусов и юни-траков. И юни-конта. Юни-конта для перевозки контейнеров. Для стран Персидского залива. Потому что возить подвижность состава из Беларуси – это просто нереально. Мы еле завезли на выставку в Дубай юни-байки. Небольшая машина весом тонну. Она добиралась сюда два месяца. Через европейские порты, через какие-то там реки, где боржа застряла. И пришлось снимать, представляете, с боржи среди реки пришлось снимать юни-байк, чтобы доставить в аэропорт. И потом самолетом все-таки доставлять. На этот флот два месяца. Поэтому лучше все и правильно всего подвижность состава готовить именно здесь. Собирать. Здесь, естественно, мы будем использовать наш гумус. И посадим сады, зелень. Но, как я сказал, здесь у нас трассы тоже недостаточно длинные. 25 километров будут. Поэтому 150 километров в час мы получим спокойно. А 500 километров в час – это, естественно, нереально. Там нужны трассы где-то длиной порядка 25 километров. Шажа, и, наверное, небольшой. Поэтому этот вопрос мы решаем в другом Эмирате. И уже есть решение о выделении нам 25 километров участок длиной, где мы построим высокоскоростную систему с КВИ. И здесь уже отработаем опно-промышленную отработку юни-баса, юни-лета высокоскоростного, который демонстрировали мы на Инотрансе в Берлине. А первые прогоны юни-лета и первые испытания проведем в Белоруссии на короткой трассе. Диметров она построена при скоростях до 100 километров в час, чтобы отработать режимы разгона, торможения, тормоза, автоматику все проверим, приводы и так далее. А потом, когда построим здесь уже в другом Эмирате тестовый участок, то мы здесь уже проведем окончательные испытания. На самом деле это не столько шоурум здесь будет, здесь технопарк, и не столько тестового участка, как многие думают, что мы юни-лета только вот и делаем, что строят эко-технопарки. Это не так. Ни в одной стране не пойдет проект, пока мы не покажем, как работает наш комплекс, неважно, грузовой, городской, высокоскоростной, в этой стране. Потому что в Беларуси другие условия климатические. У нас морозы, зима, снег. Эмираты это не интересуют. Они говорят, у нас жара. У нас металлоконструкция коробит от жары. У нас мосты их ведет. Наши высотки начинают колебаться, они начинают проседать. Потому что жара и очень сильный ветер. У нас металлоконструкция коррегирует, потому что в воздухе, в почве очень много солей. Они разъединяют любую конструкцию, любую сталь. Покажите, что это все работает здесь. И даже не надо там до конца испытания. Просто начните. И мы видим, что вы здесь делаете, значит у вас все получится. Все, и пошли адресные проекты. Поэтому у нас десятки здесь, только здесь, в этом регионе. Поэтому это адресные проекты, вот то, что мы здесь делаем, адресный проект. Ну он так называемый связанный проект. Мы не будем здесь водить пассажиров. Потому что, чтобы водить пассажиров и на этом заработать денег, то надо продать миллионы билетов. И надо лет 10 их продавать, чтобы вернуть стоимость проекта. А потом надо еще 10 лет, что-то на нем зарабатывать. Но как только мы начнем строить и покажем, что мы можем делать наши проекты здесь, в Эмиратах, пойдут адресные проекты, мы подпишем десятки контрактов, пойдут авансы-платежи. И вот эти вложения, что мы делаем здесь, окупятся за один день. И надо билеты продавать. Билеты будут продаваться в адресных проектах. Поэтому самый доходный проект, самый прибыльный проект, самая быстрая отдача, это вот это, вот это, вот здесь. И отсюда мы уже пойдем не только в арабские страны, где тропики, но и в другие страны. Это Индия, там такой же примерно климат. Влажность та же, та же жара. Или Бразилия, или Африка, тоже Египет. Или Саудовская Аравия, или Ирак, там, Иран. Стран много. Поэтому здесь вот показан как раз Центр инноваций. Влойке, опять же, на 100-200 лет. Не так, построили и забыли. Нет. Где будем совершенствовать технологию? Совершенствовать конструкцию, применительно к этим природно-климатическим условиям. И вот научно-учебная база. И вот здесь мы тоже построим институт свой. Скайвы, вот здесь. Вот там он будет. Где мы будем обучать студентов, институт войдет в структуру университета ШАЖИ. Как одно из научных подразделений университета. То есть нам нужны свои специалисты, которые должны проектировать трассы скалы, строить их и эксплуатировать. Субтитры создавал DimaTorzok По своей планету. По своей планету.